Здравствуйте! С вами программа «Школа здоровья». Самарская область стала участницей автопробега «Россия. Трезвая страна». Об итогах информационно-просветительской кампании, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией, смотрите в этом выпуске программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из регионов, который в этом плане лидер. Мы лидируем по наркомании в Приволжском федеральном округе и одни из лидеров Российской Федерации. Поэтому проблема наркомании в Самарской области стоит остро. Если сказать, сколько у нас таких наркозависимых граждан, то страдающих наркоманией только примерно, не примерно, а точно на сегодняшний день, это пять человек из тысячи страдают наркозависимостью в городе Самарской области. Это, к сожалению, очень печальный факт. Это и граждане, которые и умирают в молодом возрасте, в трудоспособном, таком энергичном. Это проблема семей, в которых они живут. Это проблема наших всех граждан Самары, Самарской области. От того, что столько у нас лиц, которые страдают этим серьезным заболеванием. И, как мы заметили уже все, наверное, сейчас вы видите, какая значимость этому вопросу придается в государстве. За последние годы контингент, употребляющий одурманивающие вещества, значительно помолодел. Сейчас в особой зоне риска находятся подростки 14-18 лет. Усугубляют проблему и новые виды более дешевых, но не менее опасных наркотиков, что делает их более доступными для несовершеннолетних. Самая главная наша задача – предупредить, упредить, сделать прививку, чтобы не было первого, так сказать, интереса к наркотикам, чтобы этот интерес связывался всегда с тяжелой, серьезной утратой себя в обществе, с серьезной тяжелой болезнью и с серьезной социальной дезадаптацией. Вот эти вот моменты надо подросткам нашим вталкивать, но вбивать и как угодно любыми словами говорить, но начинать это делать надо, конечно, не с первого класса, а с четвертого максимума, с пятого класса, когда дети уже начинают видеть, мыслить и правильно воспринимать эту проблему. Решая проблему, важно расположить к себе человека, как и говорят участники автопробега. Очень часто люди боятся обращаться за помощью, заранее зная, что ни к чему хорошему это не приведет. Очень важно семьям Самарской области, нашей страны, знать, куда обращаться за помощью, знать и не бояться обращаться за помощью, чтобы не оставаться одним на один с той болезнью, которая есть в семье, и сразу предпринимать правильные действия. И прежде всего не боятся обращаться в государственную службу. Это не карательная система, это место, где может быть оказана правильная и адекватная помощь. Это не чисто медицинская проблема, говорят специалисты, поэтому и решать ее нужно системно, сообща. В Самарской области уже накоплен опыт работы с наркозависимыми. Развернуто 508 наркологических коек и 58 реабилитационных. В этом году решено использовать помощь некоммерческих организаций. В этом году предусмотрено для двух некоммерческих организаций 15 миллионов. То есть для пациентов, страдающих этим недугом, бесплатное лечение в одной из некоммерческих организаций. В другой некоммерческой организации здесь присутствуют руководители некоммерческой организации. Это будет как софинансирование со стороны государства. То есть часть средств пациент будет доплачивать сам, а часть средств компенсирует государство, то есть бюджет Самарской области. С собой участники автопробега привезли белую книгу, куда каждый желающий мог вписать свои мысли по поводу борьбы с наркоманией и алкоголизмом, а также две петиции. Для нас важна эта петиция, чтобы люди, которые были арестованы и лишены прав, прежде всего были обязаны проходить лечение в наркологической службе. Опять же, чтобы они не оставались один на один с болезнью. Это проходит какое-то время, человек обратно автоматически получает документы и опять выходит на дорогу. Многие, огромный процент рецидива совершения наездов, очень большое количество смертей на дорогах. В каждом городе к участникам автопробега присоединялись различные общественные организации и волонтеры. Наша деятельность, она является дополняющей в деятельности организации наркологических центров, реабилитационных центров, потому что у нас бывшие наркозависимые, они уже непосредственно попадают на процесс ресоциализации. И его особенностью является то, что когда они приходят в общество, детские дома, геронтологические центры, общественные акции, общество даже не подозревает, что они были наркозависимыми. И когда они потом об этом узнают, совсем другое восприятие происходит, потому что все чаще у нас получаются акции, что мы боремся с наркозависимостью, мы работаем по социализации наркозависимых. Общество по-другому это воспринимает. А когда общество узнает, что этот человек, который тебе уже помог, и он некогда был наркозависимым, совсем другое восприятие. Не остается того осадка, что этот человек был где-то не такой, как ты. Он приходит к тебе таким же, и ты уже его не можешь воспринимать по-другому. На Волжской набережной работал мобильный анонимный консультативный пункт, где каждый желающий смог пройти бесплатное тестирование на психоактивные вещества, гепатит С и ВИЧ-инфекцию с помощью тест-полосок. Экспресс-тестирование проводится методом после неиммуноферментный тест. Делается это достаточно быстро, 20 минут. Безопасный метод, без крови. Это предварительный тест. На вопрос, почему делается таким методом, и почему это тоже одна часть нашей, так сказать, автопробега. Дело в том, что люди боятся обращаться в государственные структуры. Не только по вопросам наркологии, но также и сопутствующим заболеваниям ВИЧ, СПИД, гепатитов С. А на самом деле, мало кто знает, что можно тестировать, проходить во всех государственных службах бесплатно и анонимно. Это раз. А во-вторых, то, что лечение тоже есть, и что жить с этим можно. Опять же, это мало кто знает. Поэтому мы проводим такое тестирование, призывая людей обращать на это внимание. А в ходе автопробега, как активно жители воспринимали призыв пройти? Достаточно много протестированных у нас по регионам людей. Охотно откликнулись на этот призыв и многие самарцы. Анонимно, во всяком случае, люди для себя могут понять, что не всегда люди находят время. И у нас вообще люди чаще всего находят деньги, время на все что угодно, но не на свое здоровье, к сожалению. Это касается, я думаю, что не просто каких-то общих врачей, но и стоматологов, ну и уж тем более таких каких-то узкоспециализированных профессий. Чуть позже к масштабной акции присоединились инспекторы ГИБДД. Вместе с представителем Самарского областного наркодиспансера они раздавали водителям буклеты и памятки об ответственности за вождение в нетрезвом виде. Осуждение пьянства за рулем – сегодня эта проблема более чем актуальна. Ведь ежегодно на дорогах по вине нетрезвых водителей гибнут тысячи людей. Точно обязанность водителя. Ну как можно пьяному за руль садиться? Это же жизнь людей, пассажиров, то на пешеходных переходах. Смысл этой акции – показать, что государственные и негосударственные организации, которые работают в этой сфере, могут работать сообща, друг друга не мешая, а наоборот дополняя. Потому что никто не будет отрицать, что медицинская составляющая – это важный момент. Смысл есть ли? Конечно, есть смысл, потому что благодаря вам, средствам массовой информации, благодаря тому, что мы располагаемся обычно в таких людных местах, достаточно большое количество людей может получить бесплатные консультации, может сдать тесты на ВИЧ-гепатиты, может сдать тест при желании на наличие алкоголя и наркотиков. Чтобы привлечь еще местные организации к этим акциям. То есть автопроводок приехал-уехал, а инициатива осталась. Вот, это важно. Все желающие в память об акции оставили свои подписи в так называемой «Белой книге» – «Россия без наркотиков».